Но я же сейчас стою перед вами. Не боитесь, что это призрак? Так ты же на ногах вроде ходишь. А вдруг на самом деле это просто вытянутая грудь? Здарова, народ! Вы на канале Ювплей, и мы продолжаем проходить аиссонные файлы. А если вы хотите, чтобы видео продолжали выходить, ну так не забудьте подписаться на канал и погнали! Ирис, можно попросить тебя об одном одолжении? Одолжение? Покажи ему свои сиськи. Эй, какого черта? Я не этого хотел! О, извини. Он просил пожать тебе руку. Ага, простое рукопожатие? Тогда ладно. Главное, что не сиськи. Пхе. Взяв руку Мома, Ирис легонько ее пожаловала. Да-та! Но это самый счастливый день в моей жизни! Как же я рад, что стал боссом! Ладно, ладно, и... Короче, Акиуру видели в двух местах. Сначала в мейт-кафе под названием Санфиш Покер. Ну, а потом еще святилище Икума! Санфиши, святилище Икума. Я запомнил, благодарю. Да, без проблем! Так, нам еще с ними надо разговаривать? Ладно, мне пора. Ну что ж... Мома, позаботься о Ирис. А? П-п-п-подождите! Вы что, собираетесь меня здесь оставить? Не беспокойся, с ним ты будешь в безопасности. Вы только посмотрите! Он уже что-то замышляет. И вообще, этот человек главарь преступного синдиката. Что если он решит меня кому-нибудь продать? Ацетон Дян! Я бы никогда так не поступил! Мы ведь теперь честная... Честная организация! Работаем по графику, законодательства там всякие соблюдаем. Ладно, бывайте. Стоять! А как же обещание Ламкрафта? Да не буду я никогда в него играть. Но вы ведь обещали мне свидание. Что? Свидание? Датэ-сан! Датэ-сан! Ах ты сволочь! Да уж, какой есть. Вау! Я это просто проигнорирую... Проигнорирую! Мудрый выбор. Датэ-сан, вы ведь сейчас придете искать Акиуру-сана. Возьмите меня с собой! Иначе я никогда не скажу, что произошло прошлой ночью. Она имеет в виду того, кто приходил в 2.00. А-а-а-а, ну ладно. Ура-ура! На, и да-то! Ну-ка, хватит меня игнорировать! Разве вы не против насилия? Ага. А-а-а, игрушка, значит... Ладно, не будем обращать на это внимание. В общем, нам нужно проверить два места. Сан-фиша, светилище и кума. Ой, а можно по пути будет заехать на тот самый склад? Ну, внутри которого вы видели мой труп. Тебя что-то беспокоит? Да нет, просто из любопытства. И еще. Давайте где-нибудь поедим. Хорошая идея. Я и сам давно ничего не ел. О-о-о, как же мне тяжело! Аж в груди защемило! Так, ну шо, все? Мома? Мома сидит за своим столом. Окей, погнали. Кафе Сан-фиш Покет. Понедельник Сан-фиш Покет. Войдя в кафе, я сразу же увидел знакомое лицо. Это была Мидзукия. Не теряя времени, мы с Ирис направились к ее столику. Ой, как же вы меня напугали. Как дела? А чего этого тут вообще вместе? Да так, просто. Забыла сказать. Спасибо, что позволила остаться вчера на ночь. Она ее прикрывает. Ну и да что ты, приходи еще. Можешь вообще переехать к нам жить, если хочешь. Ха, отличная идея. Ну а то мой нынешний сожитель какой-то стремный. Ох уж эта девчонка. Олег, как я олег и смачно выпираю. Русалочка. Ооо. Какие ребята тебе нрав... Рентген. О, опять Костя. Ммм, да чего бесподобный копчик. Хе-хе-хе, все. Не могу насмотреться на ее косточки. Вау, это просто лучший на свете таз. А, таз? Ну и нечаянно вслух пизданул. Поздравляю, теперь она думает, что ты с приветом. А до этого прям не думала. Ну это русалочка из мейт-кафе Санфьюш Покер. У нее просто изумительный скелет. Еще рентген можно сделать. А, не, уже мигает выход, то есть тут мы все смотрели. Ладно. Какие ребята тебе нравятся? Эмм, даже не знаю. Уделище кообразные и усатые спинороги. Как она только это выговорила. Согласен. Насчет Мидзуки. Мидзуки-чан частенько сюда приходит. Так что мы уже давно с ней подружились. Меня тут любят и жалуют. Дочка владельца потому что. Да не в этом дело. Мы с ней прямо как закадычные подружки. Ага. Вот только сидит она с орехалковыми... Орехалковым трезубцем. Без влияния Акиура здесь явно не обошлось. Акиура не приходил? Я слышал, что здесь видели Акиуру. Извините, а когда это было? Когда? Узнал я об этом совсем недавно. Но вот какое время спросить забыл. Понятно. Ничего не припоминаешь? Ну, сегодня он точно не приходил. А вот вчера... Вчера? Ну, я же вчера тоже спрашивал. Он пришел потом. После того, как вы с отойконом уже ушли... Почему ты сразу мне не сообщила? Так ведь вы не просили. Да и номера своего к тому же не оставили. Проклятье! Похоже, мы немного и с ним разминулись. Что Акиура здесь сделал? Акиура-сан искал Иристиан. Он ходил и спрашивал у всех, где она может быть. Я? Ага. Ну, а причина? Он не говорил, почему ее ищут. Нет, ничего конкретного. Ириса, ты как думаешь? Понятия не имею. Мидзуки? Я тоже не знаю. В поведении Акиура было что-то подозрительное. Подозрительное? Ага, точно. Он еще очень плохо себя чувствовал. Был весь какой-то бледный и сильно потел. Должно быть это из-за аварии. Наверное. Так, русалочка. Русалочка уже все. Жаль, жаль. Так. Мидзуки. Насчет склада раболовец... Р-раболовецкой компании Акиура. Почему ты вообще об этом спрашиваешь? Да, просто кое-что заинтересовало. Это предприятие, которое основал мой дедушка. Но не думаю, что папа имел к нему какое-либо отношение. А о складе я вообще ничего не слышала. Так, походу не все еще. Сказала же, что не знаю. Боже. Не заставляй меня повторять одно и то же. Да-то взгляни. Ого. Выходит, это ложь? Ну, возможно. Она просто взволнована или расстроена. Насчет Акиуры. Полицейские так уже задавали мне о нем кучу вопросов. Но я по-прежнему не знаю, где он. Понятно. Так, подожди. А стакашка это нормально вообще? А, крем-сода. Мидзуки что, заказала крем-соду? Когда это делал Ян, сама надо мной смеялась. Что ты делаешь в таком месте? Какая разница, опять норовоучение мне читать собрался. Почему это тебя вдруг стало так волновать? Чего ты вся такая злая-то? Я всегда такая. И вообще, это у меня еще хорошее настроение. Извините, можно вас на секундочку? С этими словами официантка отвела меня в уголок. Мидзуки-чан, недавно много плакала. Плакала? Да. Мы с остальными сидели и ее утешали. Учитывая, что у Мидзуки-чан произошло с мамой. Мне кажется, сейчас ей приходится очень нелегко. Так что сюда она пришла скорее из одиночества. То же самое касается и вчерашней ночевки у Иристиан. Ей просто не хотелось оставаться дома одной. Тело Сёка все еще находится под юрисдикцией полиции. У нее не было ни похорон, ни кремации. Кроме того, преступник таки не был пойман. А Акиура, родной отец Мидзуки, куда-то пропал. И вдобавок ко всему еще и ты ее бросил. Бинго! Почему это сразу бросил? В любом случае, причин для стресса у Мидзуки более чем достаточно. Мидзуки-чан всего лишь притворяется сильной. Пожалуйста, постарайтесь ее понять. Окей. Так, Мидзуки. Так, с русалочкой все. Ирис. Вы с этой официанткой знакомы? Она моя подруга еще с тех времен, когда я здесь подрабатывала Мы часто гуляем вместе Ага, в местах, где видели привидения или там НЛО Хуй, чувиха! Хей, чувиха! Хуй, чувиха! М... Мидзуки-тян, ты что? Разве можно такое говорить? Да! Насчет Акиура Акиура сам помогал нашей семье еще с тех пор, как я себя помню Ну, вы же знаете, что у меня одинокая мать Так вот, во многом оказывал ей поддержку Вплоть до того, что даже менял пеленки, когда я была младенцем Да и в лимнискейт мне тоже удалось попасть исключительно благодаря Акиури Сану До этого Ирис стримила свои любительские видео в качестве хобби Ну и в которых она поет, танцует, проходит видео, игры и тому подобное Короче, не успели мы опомниться, как она стала безумно популярной А, я слышал об этом Только она начала получать предложения от различных продюсерских агентств, верно? Однако, поскольку ее мама и Акиура были давними знакомыми А Ириса все же становилась на лимниске Да, но дело не только в этом Есть и другая причина Папа был просто безумно от таланта Ирис Таланта? Умение танцевать Именно поэтому он и решил взять Ирис под свое крыло Папа заметил ее удар еще в раннем возрасте И не хотел, чтобы он попал в руки других агентств И я впервые об этом слышу Просто он не из тех, кто делает комплименты Даже как-то немного неловко Я и не подозревала, что Акиура Сан так обо мне думает Аааа, насчет твоего ночного гостя Слушай, Ирис, может уже наконец расскажешь? Ааа, насчет скажет, что это Мидзуки Что ты делала в воскресенье после двух ночи? Вы еще не выполнили свое обещание Но ведь это свидание я сдержал слово Говорю же Все ответы будут в конце Вы понимаете, что я имею ввиду? Наше свидание еще не закончилось Сука Ты ведь любишь танцевать? Ага Даже больше еды и сна Хотя нет, поесть я люблю не меньше Так или иначе, мне всю жизнь нравилось двигать телом К тому же у тебя еще и очень быстрые ноги Ага С самой начальной школы я занималась легкой атлетикой Причем вроде бы была замыкающей на всех эстафетах Это поразительно А вы знали? Ирис в греческой мифологии Это Ирида, богиня Радуги Она была вестницей остальных богов И разносила их поручения со скоростью ветра Существует мнение, что источником этого мифа стало то, что Радуги всегда очень быстро исчезают Выходит, ты такая же проворная, как и твоя тезка Хотите попробовать меня обогнать? Ага Если выпадет такая возможность Можешь показать мне свой танец? А? Прямо здесь, что ли? Ну, я тоже хочу посмотреть И я Мне бы тоже хотелось на это взглянуть Даже не знаю Ну, ужас, танцуй для нас Но Ладно, тогда я пойду подготовлю всю необходимую Поп, погоди Не дав себя удержать, русалочка убежала в подсобку Ох, ну ладно Раз уж вы все так просите Ура Иристиан Иристиан, мы готовы Не так, сейчас я буду танцевать, смотрите все Несокрушимая радужная стрела Поехали Ну, давай жмыхай Летающие чашки параллельные Карты путешествия во времени Тебе одному О них я расскажу Вечное пламя Летающие снежинки Плоды бессмертия Ты обязательно сможешь понять Взрослые склоняют головы на бок Лишь стоят со стеклянными глазами Но мы-то с тобой знаем наверняка Что сила веры способна творить чудеса Даже если за тобой придут злые демоны С ночного неба спустится богиня Разгонят их радужными крыльями Не позволяю этому безжалостному миру Стереть тебя Своим вечным сиянием я тебя защищу Какая кренжатина Ужас Ацетон Кян Ты самая лучшая Пиздец На этой песне Текст к ней сочинила я А композитором был Акиура Сан А, так он еще и композитор Крутой мужик Поэтому она занимает особое место в моем сердце Кстати, я и забыл, что он умеет писать музыку Да, у него очень много талантов Акиура Сан вызывает у меня огромное уважение Он столько всего для нас сделал И я доверяю ему больше всех на свете Так, трезубец Ладно, давай посмотрим на трезубец Блять Да я хотел мне бучить трезубец, сука, посмотреть После На трезубец нельзя глянуть Ну ладно Ладно, нам пора К сожалению, Акиура мы здесь так и не встретили Однако мы узнали Что на скал Ирис Но почему? Как бы там ни было Думать об этом можно и позже Сейчас нам пора идти, Дата Да Ты права Святилище Кума Да я гадаю, тут мы его тоже не найдем Понедельник, Святилище и Кума Ты чего? Что случилось? А, все в порядке Я всего лишь немного подвернула ногу Так Да блять Что ж ты туда-сюда двигаешься? Ээээ Насчет этого святилища Оно называется И Куме, и Рибика, и Сати, но Микота Хотя иногда еще И Куме-Тенна Или И Куме-Номикота Так или иначе Это святилище, посвященное богам Существует следующая легенда Однажды И Кума и Рибика Послал одного из своих подданных Тадзима Мори На срочное задание Приказом было Отправиться в страну мертвых Найти кое-какой загадочный плод Назывался он Тодзи-Куно-Какуно Конами Блять, боже Как это вы говорите-то? Сказание гласило Что всякий, кто его отведает Обретет вечную юность И бессмертие Пройдя через многочисленные испытания Тадзима Мори Сумел наконец найти этот плод Но к тому времени Как он вернулся И Кума и Рибика уже не стало Тадзима Мори Впал в отчаяние Рыдая половину плода Он передал жене усопшего Вторую же половинку Он оставил на могиле И Кума и Рибика После чего Умер на месте Так вот Если верить легенде Этот самый плод Находится Внутри святилища Которое сейчас за нами Да не может быть Плод бессмертия что ли? Ага Вечная юность Бессмертием Неужели вам это не интересно? Извини Но нет Я бы предпочел быть нормальным Ээээээээм На что смотришь? На цветы там вдали Цветы? Вам наверно отсюда их не видно они должны быть там я хорошо знаю это светилище на что смотришь интересно на какие такие цветы смотрит ирис так может не сможем дали сможем ты меня наёбываешь прям здесь и сейчас на что смотришь интересно на какие-то бля мы опять на чем-то застряли о чем задумалась да так ностальгия нахлынула с этим местом у меня связаны многие воспоминания шесть лет назад я частенько приходила сюда с одним человеком каким человеком я звала его просто дядей он был очень добрым надежным и я любила его как родного отца но однажды этот человек внезапно взял и куда-то пропал подожди ка она говорит да возлюбленном хитоми насчет этого дяди помните позавчера вы спросили меня почему я стала айдолом я еще ответила что просто хотела стать знаменитой так вот на самом деле это больше связано с дядей я ищу его на протяжении всех шести лет но все безрезультатно я не знала где он вообще может быть так что вместо того чтобы искать самой мне пришла идея заставить его заметить меня думаешь если станешь знаменитой он сам с тобой свяжется ага вот значит зачем она решила стать айдолом разумеется знаменитой я тоже всегда мечтала стать так что дело конечно не только в этом но почему-то тогда назвалась ассад если хочешь чтобы чтобы тебя нашли не лучше было бы выступать под своим настоящим именем а по этому поводу можно не беспокоиться ассад была идеей самого дяди он говорил что если я когда-нибудь стану звездой то нужно будет взять этот псевдоним насчет акиура что-то акиура сана поблизости не видно хотя это неудивительно мы же не сразу сюда подоспели да должно быть он уже ушел очень жаль не похоже чтобы здесь были какие-либо улики мы лишь и зря потратили время на что так посмотреть смотрят куда-то вдаль на что смотришь так хорошо она или это врата дерево бляди где она какие-то цвета на раме лишь или что надо сделать а а а Стелла. Боже, блядь, вот цветы. Похоже, это ирисы. И зимние, если точнее. Такие же, какие стоят в доме семьи Саган. Вдали цветут зимние ирисы. Так ты смотришь на зимние ирисы? Как вы догадались, у нас дома в горшке такие же. Я ведь уже оговорила, что они означают на языке цветов. Надежда и добрые вести, если мнения изменяют память. Ирис в греческой мифологии это Ирида. Олицетворение и богиня радуги. Она была вестницей остальных богов и разносила их поручения. Я ведь уже рассказывала вам об этом, когда мы сидели в кафе. Вот почему на языке цветов ирисы означают надежду и добрые вести. Ясно. Пойдем. Да-то, нам не стоит а дальше терять здесь время. Пойдем. Ладно. Погнали. Холодильный склад. Понедельник. Холодильный склад. Я точно его видел. Твое бездыханное тело, Ирис. Прямо на этом месте. Но я же сейчас стою перед вами. Не боитесь ли, что это призрак? Так ты же на ногах вроде ходишь. А вдруг на самом деле это просто вытянутая грудь? Бх, блядь. Насколько вытянутая грудь. Я попробовал представить Ирис со свисающими до пола сиськами. Ебучая извращуга. Однако картина все же оказалась малоприятной. Кстати, вы ведь говорили, что спасли меня в каком-то сне. Что это вообще значит? Ты же уже знаешь, что я работаю в спецотделе под названием Эбис, верно? Да, вы рассказывали об этом позавчера в машине. Мы погружаемся в сомниум, то есть сны подозреваемых и свидетелей для поиска улик в их сознании. Этим, собственно, наше подразделение и занимаются. Но как вам удается проникать в чужие сновидения? С помощью приспособления под названием Псинхромашина. И что это такое? Специальное устройство. Это не объяснение. Расскажите мне, как оно работает? Ну, короче, как бы... Я, конечно, могу объяснить, но для понимания нужны знания некоторых основ. Каких основ? Вот же доебалось-то. Стол. Значит, на этом столе лежал мой труп? Ага. Рабочий стол. Сейчас на нем ничего нет. Нэй, ты, а ну убирайся из моего дома! Ты вообще с кем разговариваешь? Чего это-то вдруг? Это был полтергейст, который живет внутри щитка. Что? Если я призрак, то у меня должен быть свой полтергейст. А чем это-то вообще? Что за нутро? Хотя да. Так, ничего. Особенного полки. Так, ну ирис, я помню. Коробка... Нух ты, какая аппетитная карамелька. И правда. Она настолько огромная, что челюсть сломаешь. Датэ-сан, что вы такое несете? Это же обычная картонная коробка. Да кто? Ладно, ирис, давай. Есть такая штука под названием гэп. Я знаю. Это расшифровывается как гематоэнцефалический барьер, верно? Внутри живет армия крохотных солдатиков. Которые защищают мозги от вредных веществ в крови. Так ведь? Ну, полагаю, можно сказать и так. Гэп находится внутри микрососудов головного мозга. Он представляет из себя фильтр, пройти через который способны лишь объекты. Размер которых не превышает 0,4 нанометра. Нужно это для того, чтобы опасные микроорганизмы не смогли попасть в нервную ткань. Слышала когда-нибудь о системе ваджет? Значит, не слышала? Нет, я знаю, что это такое. Вы ведь говорите о программе, которая лежит в основе искусственного интеллекта. Да, что-то не так. А? Ты выглядишь какой-то испуганной. Все в порядке, не обращайте внимания. М? Как уже объяснял Пьютер. Благодаря системе ваджет мы можем успешно извлекать подсознание одного человека и посылать его в мозг другого. Именно это делает синхронизацию возможной. Знаешь, что такое нанотехнология? Нанотехнология, конечно. Это наука, в которой используются крошечные и невидимые невооруженным глазом материалы с устройствами. С помощью нее еще создает нанороботов. Таких малюсеньких-прималюсеньких наномашин. Я слышала, их применяют в различных областях науки и медицины. Современные нанороботы стали настолько продвинутыми, что могут даже лечить раки и тому подобное. Проникая внутрь тела, они делают пиу-пиу-пиу и болезнь уходит. Мне так мама говорила. Ну, не помню точно. Может, конечно, еще Би-би-би или др-др-др. В любом случае, насколько я знаю, лечение нанороботами стоит огромную кучу денег. Лишь немногие могут себе это позволить. Учитель говорил, нужно быть очень-при-очень богатым. Ну, типа того. В целом, все так. Но позволь мне немного дополнить. Нано это довольная приставка, обозначающая... Блять, довольная приставка. Дольная приставка, обозначающая 9 в степени минус... 10 в степени минус 9. Следовательно, 1 нанометр равен... До хая нулей 1 метра. Тогда как длина нанороботов, использующихся в синхромашине, составляет всего... 2,16 нанометра. То есть, теми даже меньше вирусов, размер которых варьируется от 20 до 970 нанометров. Это позволяет им рекомбинировать нейронные связи, находящиеся в мозгу. Другими словами, во время синхронизации... Нанороботы записывают данные одного человека в голову другого. Аааа, мне язык отпадает, как и горло, в принципе. Ещё болеет. Ладно, давайте тогда и сегодня будем на этом чудесном занимательном моменте заканчивать, а продолжим уже в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok